Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас конец октября, и вот как я сказала, с 1 ноября буду рассказывать о своей диете, о своей гимнастике для огородника. Но сейчас, перед тем, как начать весь этот рацион, описывать, рассказывать, как я готовлю блюдо, я хочу рассказать именно о преимуществах осенней диеты. Почему я всегда, ежегодно, осенью стараюсь сесть на диету, ну то есть придерживаться вот какого-то определенного перечня продуктов. Почему это выгодно? Во-первых, это выгодно с экономической точки зрения. Все мы понимаем, что если вы огородник, у вас сейчас все еще свое. Свежая капуста, она не только свежая, но она еще и бесплатная. Вот мы срубили капусту, у меня вот морковка вчера только выдернула, там витамины буквально пищат. А, но сначала про экономическую сторону сейчас скажу. Это очень дешево. Во-первых, у нас капуста осенью своя, у меня еще свой перец, свои вот тут томаты. Яблоки я, правда, съела свои, но яблоки осенью, согласитесь, тоже дешевле, чем весной. Своя морковь. Все, что у нас выросло и все, что нам досталось бесплатно, это будет как раз основная часть нашей диеты. Потом, у меня в диете рыба 4 раза в неделю, но и рыба осенью самая дешевая, потому что сейчас только начинает поступать вот это массовое поступление нового улова. Я вчера пошла в магазин, у нас 170 рублей горбуша вместо 250 и 270, которые будут зимой и весной. Но теперь про полезность и про вкусность. Ясно, что весной эта же рыба, она будет уже по несколько раз разморожена, заморожена, где-то там хранилась несколько месяцев. Стремительно падает вот эта полезность и вкусность. Когда я весной покупаю рыбу, ее разморозишь, она иногда разваливается на куски, где ее там хранили, я не знаю, и какая она, во-первых, она и дороже цена будет, и вкус уже не тот. Вот сейчас у нас в магазин завезли горбушу, вообще очень хорошую, вкусная, и еще она не потрошенная. И вчера вот в такой горбуши я нашла еще икры, полный животик у нее икры, 200 грамм икры еще добыла. Это очень, ну, осенняя рыба самая вкусная. То же самое могу сказать и про овощи. Ясно, когда самая вкусная капуста, когда она свежая, когда она долежит до весны, даже зимой. Вообще, врачи даже не рекомендуют после Нового года капусту употреблять без термической обработки, то есть свежую. У нее там что-то с ней происходит, что не очень нам полезно. То же самое ни зимой, ни весной у нас не будет своих томатов. Томаты придется покупать в магазине, пластмассовые и по завышенным ценам. Морковка к весне, не знаю, как у других, может кто-то закапывает в грунт, но мы не закапываем, и у нас к весне в подвале она все равно теряет свои свойства, она немножко делается дряблой такой. И, естественно, все полезные ее вот эти витамины, что в капусте, что в яблоках, что в моркови, с каждым месяцем они уменьшаются, уменьшаются и уменьшаются. И когда мы весной садимся на диету, нам кажется, что мы употребляем такие, как полезные овощи, фрукты, но ничего в них нет. Вот эти яблоки у нас кубанские сейчас, они, по-моему, 69 рублей килограмм, они не очень дорогие, но они какие ароматные, они сочные. Естественно, пролежав полгода где-то в хранилищах, в холодильниках, уже не столько будет в них витамина, и уже будет все совсем не то. Вот именно поэтому нам нужно сейчас, вот в разгар осени или в конце осени, начинать вот процедуры вот такие по снижению веса, по оздоровлению, потому что сейчас самые свежие, самые полезные продукты, самые дешевые, если вы статистику посмотрите, вот по всему году, осенью самая дешевая капуста, самая дешевая морковка, самая дешевая свекла, самые дешевые яблоки, помидоры, перцы, все-все-все на самом низком уровне. Это самый благоприятный период для того, чтобы и оздоровить организм, и диета, чтобы получилась у нас экономная, дешевая. Мы не, не надо выбирать такие заморские диеты, продукты, для которых завезены откуда-то, особенно из других стран, даже из других регионов. Сидим на всем своем, произведенном в России, это очень выгодно, полезно, вкусно. Я по своему опыту, я всю жизнь, у меня проблема с весом, из-за заболеваний, из-за генетической склонности. Я всю жизнь сижу на диетах, и я знаю, когда, какая диета лучше, я вам могу сказать со стопроцентной уверенностью, самая хорошая диета, и полезная, и вкусная, и дешевая, это осенняя. До свидания. С 1 ноября начнем, я-то уже начала, начнем все вместе сидеть на вкусной, полезной, дешевой диете.